Книга «Открытым оком», 3-й том, тема богослужения, вопрос 1129. Что означает на кресте перекладина, один конец, который справа руки Христа показывает вверх, а другой вниз? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В действительности на Голговском кресте Христа этой переклади не было, да она и не нужна при исполнении казни. Теперь уже вряд ли можно узнать, кто и когда придумал ее, хотя некоторые относят возникновение ее к 11 веку, причем у нас в России. Но когда ныне спорят со старообрядческим упорством об абсолютной истине во всем, которая у нас и только у нас и нигде кроме нас, забывают добавить, что эту добавку к Христу сделали мы, не посоветовавшись со Вселенской Церковью. Потому что считаем, что кроме нас никто Богу не нужен, ему с нами хорошо. Стали давать объяснение, трактовку, что будто бы один из разбойников, который покаялся, висел от Христа именно с правой стороны. И очень кстати, для этой версии подошла фраза Иоанна Златоуста, сказанная совсем не о подножкиной перекладине, что руки Христа были как коромыслы весов, на которых взвешивается вся Вселенная, как эти два разбойника. Покаяние ставит на правую сторону и поднимает вверх, а ожесточение отбрасывает налево и тянет вниз. И хотя яснее ясного, согласно Евангелия, что крест состоял из трех частей, вертикальный столб, поперечный брус для рук и надпись, обозначающую вину Христа на дощечке. Вот этой трехсоставности якобы говорил и пророк. Из какого же дерева тогда эта косая перекладина? Пусть все остается как есть. Монахи придумали, мы так с детства усвоили. Это нам дает отличие от всяких прочих, у кого кресты шестиконечные и четырехконечные. Но зачем же так неистово целые столетия поносить через четырехконечный крест, называя его латинским крыжем? Это и есть наша религиозная фанатическая нетерпимость, которую Христос решительно запретил. Лука, 9 глава, срок 9 по 50 стих. При всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. И Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Если бы подобная нравственная трагедия совершилась в мире животных, и они перестали бы признавать за своих тех, у кого не так окрашено перышко, или пятно скотины не такое, Весь мир пришел бы не только в расстройство, но и самоуничтожился. Припомним, 12 миллионов уничтоженных в Италлической инквизиции. Безумнейшие неконовские гонения на исконно православных за не так прижатый палец. Это что, тоже дух любви Христовой? Продолжение следует...